Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Ремонт продолжается. В Авруйске перекроют движение на двух центральных улицах. Все красивое, все светит, приятно это видеть. Когда? Разбил окна, похитил деньги и телефон, а затем скрылся. В Могилевской области жертвой нападения стала пенсионерка. Им оказался 63-летний житель Гомельской области. Кто накинулся на пожилую женщину? Глушанский хуторок, районный фестиваль народного творчества и ремесел, в 14-й раз собрал друзей. Это наша история, история наших предков. Как это было? А также налоги на покупки, рост цен и здравствуй осень. Октябрь встретил у белорусов холодно. Что надеть, чтобы не замерзнуть и не вспотеть? Александр Лукашенко принял с докладом главу Верхней Палаты Парламента. Президент обсудил с Натальей Каченовой животрепещущие вопросы. Разговор шел о результатах работы предыдущей 10-й сессии, а также о будущих задачах. На повестке дня особенности законотворческой деятельности, работы с местными советами депутатов, приемы граждан. Также глава государства акцентировал внимание на горячей теме предстоящей электоральной кампании. Я просил бы вас, прежде всего, администрацию президента, если нужно парламент и Нижнюю палату, подключиться к проведению этих выборов. Тем более мы давно договаривались с вами о том, что надо будет посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь. Сенаторы рассмотрели порядка 6 тысяч обращений и провели больше 200 прямых телефонных линий и почти 400 личных приемов граждан. Половина – выездные. В Чериковском районе ограбили пенсионерку. 87-летняя жительница деревни Припечина сообщила, неизвестный разбил в ее доме окна и с применением насильственных действий забрал все нажитое из средства связи. В результате оперативно-рыскных мероприятий в течение часа сыщики задержали подозреваемого на одной из трасс в направлении города Славгорода. Им оказался 63-летний житель Гомельской области, который ранее был неоднократно судим. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подорожание газа, льготы на проезд и бесконечная очередь. На белорусской границе нескончаемый поток машин. Кто виноват? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С октября льготы на приобретенный за границей товар могут измениться. Срок беспошленного ввоза продлен до 1 апреля 24-го. Сейчас без уплаты пошлин можно ввозить до 1000 евро, а вес посылки не более 31 килограмма. Без налога, наземным транспортом и в пешем порядке. Это касается и почтовых отправлений, и доставки перевозчиков. Весь октябрь пенсионерам будет предоставлен льготный проезд. Такая акция проводится ежегодно, в период дачного сезона и сельхозработ. Все, что требуется, это предоставить в кассе удостоверение, и билет будет дешевле наполовину. Скидка действует в электричках и пригородных автобусах. В Белоруссии подорожал газ в баллонах. Теперь килограмм обойдется в рубль 48, а ранее было на 5 копеек дешевле. Наценка обошла стороной емкость в 50 литров. Она пользуется наибольшим спросом и стоит по-прежнему 30 рублей. Сейчас в стране голубым топливом обеспечены 83% квартир. В сельской местности энергоносители есть у половины населения. В последний раз с ростом цен белорусы столкнулись в январе этого года. На белорусской границе скопилась очередь колоссальных масштабов. Свыше 630 грузовых и 160 легковых не могут проехать через КПП. Литовская сторона оформляет по 6 фур в час из возможных 30. Причина – обеспечение неприкосновенности и контроль нелегальной миграции. Сейчас в соседнюю страну можно попасть только через 4 погранперехода. На въезд в Латвию работает один узел. Польша и вовсе запретила проезд большегрузом, не зарегистрированным в ЕС. Октябрь начался с резкого похолодания. Прошлый месяц порадовал белорусов теплым летним послевкусием. Однако холода внезапно ворвались в страну. Уже с начала недели будут заметны значительные перепады, так что одежду нужно выбирать грамотно. Самое время распаковывать антресоли и доставать пальто и плащи. Внимание, автомобилисты! В Бобруйске перекроют движение на двух центральных улицах. Дорожные работы пройдут 3 октября на отрезках «Интернациональная Гоголя», а также «Пушкино-Социалистическая». С 7 утра до 5 вечера здесь планируют уложить новое покрытие. Исключение сделают для пассажирского и оперативного транспорта. В случае досрочного завершения ремонта движение откроют раньше. Это очень приятно, что ремонтируют, особенно улицу социалистическую, там, где бывают наши туристы, которые приезжают с натуре Ленина, и там вот именно такой променад и должен быть. Все дороги благоустроены, все красивое, все светит. Приятно это видеть, правда. За последний год сотрудники ДЭПа и ДСУ-16 проделали немалую работу. Свежий асфальт появился на Гоголя, Карла Маркса, Пролетарской, Октябрьской, Социалистической, Шевченко, Пушкина, Гагарина, Карла Липнихта, Третьей Луговой, Минском шоссе, в переулке Четвертом Путейском. И это еще не полный список. Сейчас у дорожников параллельно ведется подготовка к зимнему периоду. Белорусская деревня конца 19 века. Детали той старобутной атмосферы воссоздали на 14-м районном фестивале народного творчества и ремесел Гушанских уторок. Мастер-классы, ярмарка, национальная кухня и гала-концерт. С профессионалами своего дела познакомилась Ольга Васенда. В таком доме в конце 19-го – начале 20-го века жили богачи. Чтобы воссоздать детали интерьера, сюда привезли аутентичную мебель из разных уголков Бобруйского района. Такую печь на деревянном фундаменте искали не один месяц по деревням и селам. На фестивале народного творчества и ремесел Глушанских уторок создают быт белорусской деревни тех времен. Сюда съезжаются таланты из разных уголков Могилевской области. Десятки зрителей собирает мастер-класс по гончарному делу. Художник обжигает глину при температуре 300-400 градусов. Это 14-й наш фестиваль, который проводится и для района, и для страны. Я думаю, он очень важен тем, что все-таки аутентичность передается. Это те традиции народного творчества и ремесел, которые важны. Это наша история, история наших предков, нашей страны. В целом наша страна богата традицией, а народ имеет уникальную культуру и историю. Это древнее ремесло передается из поколения в поколение середины 20 века. Плетеные лукошки для овощей и дубовые бочонки для напитков могут прослужить полвека. Уникальные изделия из дерева создает Владимир Станкевич из Глузка. Мастер народного творчества, бондерством занимается уже 40 лет. Очень хорошее дело, особенно для мастеров. Перенимают опыт один в одного, что-то новое увидели, посоветовали. Я с человеком поговорил, я узнал, что есть не льняное масло, а еще есть какая-то там пропитка, которая для пищевых продуктов, и она затвердевает быстро. Пикник по-белорусски. Драники с хрустящей курочкой, запеченная картошка с мясом и грибные деликатесы с луком. На Глушинском хуторке не обходится без дегустации национальных блюд. Наша нация издавна славится гостеприимством. Все организовано, как всегда, каждый год на высоте, поэтому даже сегодня, по мне кажется, больше каких-то поделок. Душевный праздник у нас на уровне. Нам здесь все очень нравится, потому что здесь такая атмосфера. Прекрасный фестиваль, второй год приезжаем, дети рады. Отлично, приехали с семьей. По-душевному весь день на сцене выступают артисты, а также победители и участники районного конкурса «Белорусской песни». Глушанский хуторок, к слову, проходит с 2010 года. С тех пор фестиваль продолжает завоевывать любовь местных жителей и гостей Приднепровского края. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. На финишной прямой в Бобруйске завершились республиканские соревнования по легкой атлетике на призы Андрея Михневича и газеты «Бобруйское житё». Сквозь тернии к звездам юные атлеты из Могилевской области в течение двух дней выясняли, кому принадлежит первенство на турнире. Молодежь до 17 лет продемонстрировала истинный дух соревнований и борьбы. Спортсменов наградили заслуженными медалями и ценными подарками. Я выиграла на 60 метров с барьерами и на 60 метров гладким. Было несложно и не страшно, главное верить в себя и всё получится. Постарался, мне давали мотивации ещё родители, поддерживали меня во всём. Стадион «Спартак» собрал 280 спортсменов. Такие состязания воспитывают твёрдость духа и служат примером здорового подрастающего поколения. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!